С коронавирусом справились еще 126 ставропольцев. Общее число выздоровевших превысило 78 тысяч. Об этом сообщил губернатор Владимиров. Эпидситуация пока остается непростой. За минувшие сутки диагноз подтвердился у 499 жителей края. 42 пациента скончались. Остановить распространение вируса поможет достижение коллективного иммунитета. Для этого необходимо прививаться от коронавируса. В хуторах Рощинском и Андреевском возведут два фельдшерско-акушерских пункта. К новым медучреждениям подведут систему электроснабжения, водоснабжения, отопления и канализации. Для удобства пациентов сделают подъезды и установят пандусы. ФАПы смогут обслуживать более 700 человек. Строительство пройдет по программе модернизации первичного звена здравоохранения. В Андроповском округе наладили водоснабжение в двух поселках – овраженном и верхнем Янкуле. Отремонтировали трехкилометровый участок водовода. Замененные сегменты труб уже подключили, провели промывку и дезинфекцию. Качество воды прошло проверку и соответствует всем нормам, сообщили в Краевом министерстве ЖКХ. В поселке Пресадовом Новоалександровского округа завершается ремонт Дома культуры. В здании заменили двери и кровлю, привели в порядок все инженерные системы, фасад, полы и потолки. Как сообщили в Управлении по информполитике правительства регионов ДК, также обновили зрительный зал, сцену и фойе. Работы проходят в рамках национального проекта «Культура». Специалисты приводят в порядок три километра трассы из обильной птичи, сообщили в региональном Миндоре. Помимо укладки двух слоев свежего асфальтобетона, там укрепляют обочины, меняют бордюры и устанавливают ограждения. На данный момент половина работ позади. Обновление дорожного участка проходит в рамках нацпроекта «Безопасные качественные дороги». Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова